всем привет мой второй за май месяц обзор орхидеи начинают вот эти два брата акробата которые на днях нашли новый дом и новую хозяйку слева сказка с бутончиками справа сога пони сога пони безмерно удивил меня потому что именно после попадания в новый дом он явил изумленному взору новой хозяйки цветонос представляете она мне написала прям в этот же день что обнаружила у него цветонос я тут же побежала к своим и естественно никого не нашла но я надеюсь что если 1 орхидея из этой партии проклюнула цветоносик то и остальное братья тоже за ней скоро будет начинать поспевать эта сказка моя личная которая недавно погибла я уже показывала вам она мужественно имея прогнившую насквозь шею выпустила несколько цветков и скончалась у меня на руках почему я ее показываю потому что потому что у меня скоро зацветят еще одна представляете также еще одна сказка с бутонами уехала в ростов-на-дону и про первую сказку я уже сказала она нашла недавно новую хозяйку дальше вот эти вот две орхидеи я не помню по моему я забыла вставить цветение короче это такие нежно-нежно розово-фуксийные цветы с более светлой серединкой очень пышное цветение должно быть у хозяйки я предлагала ей две штуки посадить в один кокосовый мешочек она отказалась за что получила в подарок вот этот вот нежно-нежно розовый фаленопсис у него странные листья которые отпугивают всех у них странная пигментация действительно странная но у меня орхидеи уже давно много месяцев и это точно не вирус никакой ни болезни гниль не не прочие ужастики это такая странная пигментация с обратной стороны она вообще на грани баклажанового цвета новый листик который растет он тоже растет темный поэтому бояться этого совершенно не нужно старый цветонос орхидеи сохранила я надеюсь что на нем проснуться рано или поздно новые почки далее вот этот висенник как мы сыры называем орхидеи которые я сажаю в кокосовые мешочки этот висенник покорно висит и ждет 22 числа после которого он полетит к новой своей хозяйки вместе с другими собратьями вот если я правильно помню то один из этих двух это она а если я неправильно помню то она все равно будет похоже на вот это далее на днях ирина должна получить посылку в которой я помимо всех прочих орхидей послала ей вот эту не афинэтию фальката смотрите какие корни я скромная я нарастила этой орхидеи за последние почти полтора года вот поехала на с открытой корневой потому что мы сыры экономили место была она извлечена из корзинки в которой сидела с вот этой вот красавицей на ваших экранах аскофинетия черри блоссом это гибрид не афинэтии фальката и аскоцентрума апулацеума это я не выучил это я сейчас прочитаю все это дело до девочка у которой я когда-то подростком покупала за большие деньги эту не афинэтию вернее аскофинэтию утверждала что цветение будет не розово-малиновым а именно вот таким красным вот она одна одиноченько осталось сидит грустит в теперь уже большой для нее корзинки корневая у нее чуть поменьше чем у ириной но зато у нее есть конопушки которые проявляются очень сильно если она стоит весной и летом на ярком свету в этом году веснушек просто много там знаете одна веснушка на другой мне это очень нравится а единственная ее от солнца то совсем не берегу вот она поэтому немножко такая желтизной но вы знаете к каждой земле зиме она возвращает свой насыщенный такой зеленый цвет у нее растет новый лист пошли два новых корешка деток пока нет ну и цветение пока тоже не пахнет дальше на ваших экранах переставший наконец-то кидаться в меня листьями ионим он плохо вернее они их несколько штук они плохо перенесли перелет смену грунта половину своей ботвы вот черно баклажанной они потеряли но к счастью этот процесс остановился по бокам сидят два похожих на серые камушки суккулента им хоть бы хны далее на ваших экранах мужественно спасаемые и спасенные как я надеюсь ириной в крыму ежики как мы их называем это какая-то браса котлея чего-то чего-то там до гашима была она раз в 10 или в 20 пышнее но сразу как прибыла к ирине после того как я ее купила в крыму тоже да она начала терять свои от желтить и терять вот эти вот я не знаю что то листья или что что это бульбы вот ну пока что держится дам даже два новых есть роста далее на ваших экранах почти что погибший но я думаю что это конец нежно-зеленый фаленопсис это не первый которым вы все восхищались осенью а второй который мы купили взамен первому потому что думали что тот дохнет в итоге первый выжил а второй помирает на ваших глазах пенечек увезу с собой на море потому что на этой шейке есть пара почек и два корешка вот этих вот по полтора сантиметра обрубка а вдруг ребята а вдруг адриатическое море вылечит эту гадость вот и тамошний воздух пойдет на пользу но мне кажется тамошняя жара и влажность а воздух если до 45 градусов то он страшно влажно я думаю что все это добьет моего доходяшку далее еще один кандидат на поехать на море вместе со мной это вот этот вот фаленопсис кимоно он без корней как я уже говорила зато блин с деткой самый большой лист с которым мне его подарили он недавно потерял потому что солнце активно его спалило и вот он все пыжится уже третий не до листик растит корней нет даже намеков на корней на корни нет но зато детка как он ее вытянут я не знаю скорее всего под первой же пальмой по прилету туда я его и закопаю но тем не менее почему бы и не попробовать скоро летим короче если это все конфискуют на таможне ребята мне даже жалко не будет пускай сами развлекаются потому что это не орхидеи это извините за выражение геморрой и везу я все это не в единичном экземпляре весь свой блин паноптикум забираю с собой всю свою кунст камеру а это не куст камера это две давно с отсаженные от бери о до 222 чего псевдобульбы 1 вы видите уже через горшочек эрко он корни пропускает я собиралась новым хозяевам все это дело передавать и отправлять в шариках но шарики они переросли и что-то в шариком в шариках им было не очень комфортно короче посадила вот сюда здесь смесь циолита обычного циолита не циолита коры и немножечко кокосового волокна вроде бы нравится загорели аж до баклажанного цвета как и вот этот тут их прародитель который стоит на нещадном солнце единственное что скажу последние полторы недели я гоняю кондиционер с обеда когда ухожу на работу и до вечера когда возвращаюсь обратно примерно на 22 23 градусов держу иначе у меня лоджи раскаляется до 45 градусов это в этом году какой-то ужас и кондиционер кстати от ожогов листья не спас видно стекла же пропускают да вредное излучение короче многим орхидеям стало плохо к счастью моим орхидеям они тех они тем которые я пообещала другим людям короче периода перестоял на этом солнышке он просто сошел с ума у него уже 11 вот таких вот деток при корневых ростов скажем так да и вот этих вот деток кейков которые образуются на верхней части псевдобульб 11 штук на старых псевдобульбах продолжается пожелтение листьев короче орхидеи явно фигово в добром здравии никто не скидывает так не желтит листву и так активно не пытается размножиться я очень надеюсь что те прикорневые детки они скоро дадут свои корни и будут питать растения там явно что-то с корнями далее в одной корзине вот в такой вот раньше здесь хранила пакеты из магазина потом обрезала посадила сюда в легкий такой знаете новый новозеландский мох не утрамбованный плотно я посадила две иероглифики простите две иероглифики одного лиодора и 5 салазаров представляете вот у меня такая массовая короче посадка получилась этим всем растениям нужен один режим полива у них одинаковая структура скажем так листьев листья достаточно нежные мягкие они не похожи на плотные такие знаете пластиковые листья как вот у многих виолоцей и гибридов виолоцейных это не похоже очень на магазинные голландские гибриды короче нежнятинки вот такие на ваших экранах пример цветения салазара у меня их пять штук один уехал к ирине надеюсь хоть кто-то за это лето выживет и через годик возможно меня порадуют цветением пока что растюшки мне показались достаточно капризными но менее капризными нежели иероглифики вот кто у меня уже больше года пьет кровь это они из всей этой корзинки самая беспроблемная оказалась леодорка вообще беспроблемная салазары чуть что сразу в обмороке они из мхов в которых ко мне пришли по осени были пересажены недавно в кору пока солнца активного не было им все нравилось потом как только поднялась на лоджии высоко температура они тут же упали значит в обморок получили все возможные тепловые удары которые можно и короче я их вернула в мох правда в очень-вочень легкий еще раз говорю мох я не набиваю плотно вот так вот выглядела леодорка с новым листом и новыми корешками до того как я решила что по одному стакану на растение это жирновато на лето нужно уплотняться и высадила из вот этого вот стаканчика в котором активно наросли корешки я посадила вот в эту корзину вместе с остальными такими же собратьями вот эти корешок проглядывает правый лист старый он немножко уже желтый такой пожухлый был и очень длинный я все время им задевала обо все и рисковала уронить все растения короче я его обрезала вот таким образом примерно на половину этот лист еще наверное растению послужит далее салазар потом еще один салазар и сейчас я быстренько вам покажу выдержки своих по прошлогодних видюшек вот это вот моя иероглифика которая летом была в москве рядом с ней ой камера с ума сошла рядом с ней вот это тот малышок который был со мной на море он помирал видите да я его купила с очень проблемными корнями это запись июня или июля прошлого года мы на террасе у себя дома на море вот фундазоли перепачканные с гниющей или восстанавливающиеся после гниения точкой роста с ожогами с гнилями короче это был какой-то мрак я вообще не ожидала что я обратно эту орхидею привезу но тем не менее вы знаете хоть она в размерах и не увеличилась с тех пор дело в том что старые то листья она теряет а новые наращивает ну короче вот я показываю вам это первые были съемки июнь июль вот это август у него появился первый более-менее полноценный листочек никаким гнилям не подверженный с этим листочком орхидея приехала домой вот он слева самый молодой на ваших экранах это съемки зимы уже вот этой прошедшей по моему 10 или 20 января 2018 года правый лист вы видите он желтизной это тот который был на море вот как это выглядит на данный момент ну скажем так прирост за год то не очень но главное что там есть корни новые главное что он не погиб а это извините если кто увидит свою фотографию я это все взяла в гугле это у нас сидерей джапоника минмару вот такие вот клопики цветут потрясающими цветочками очень надеюсь что кто-то из моей братья меня порадует братья у меня вот вы видите да я живу никогда не покупаю в одном экземпляре ну тут короче муж подарил денег я добавила свои закупила сразу много какими-то я поделилась уже со страждущими две штуки точно поедут со мной на море также со мной на море поедут вот эти вот две неофин эти хомоиден здесь еще стоит лоток с бывшими фласочными малышами но почему бывшими потому что они уже полгода года как из фласки вынуты это мельтассии я их недавно показывала я думаю эксперимента ради с собой парочку на море выдернуть знаете как морковки выдерну и с собой заберу а скорее всего весь 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 вот этот лоток он переедет на лето на дачу и маме своих грядок не хватает короче она будет еще и с моими возиться вы видите что у неофин эти хомоиден первые листья вернее новые которые растут они растут такими белыми вкраплениями полосочками потом они зеленеют вот у меня новый лист который был недавно почти белый он сейчас весь почти зеленый когда я уезжала в прагу я отставила их далеко от света закуклились рубиновые кончики и стали бледно-розовыми я наделала кучу дырочек потому что я боюсь большого скомпления мха это на ваших экранах то что продавалось когда-то на пассифлоре под названием бронз-мейден на самом деле у бронз-мейден должны быть пестрые листья к большому разочарованию всех получивших эти растения листья здесь абсолютно зеленые без какого-либо крапа полосочек и так далее зато шикарная корневая у моего экземпляра вот это перед переселением в новый субстрат который сейчас пробую расскажу о нем осенью на этой красивой ноте я с вами прощаюсь до следующего обзора всех целую еще приду